В связи с тем, что поклонники сильно беспокоятся о состоянии Юлии Началовой из-за сообщения о том, что певица находится в реанимации, пиар-менеджер артистки Анны Исаева была вынуждена прокомментировать ситуацию От лица пресс-службы Юлии Началовой хочу пояснить ситуацию, которая взбудорожила многие СМИ сегодняшним утром, говорит Исаева С артисткой все благополучно. Пользуясь временным затишим в съемках масштабного шоу, в котором она принимает участие, Юлия проходит общее обследование организма в одной из клиник Москвы Как известно, несколько лет назад у Юлии диагностирована подагра. Лечением этого заболевания она перманентно занимается В связи с этим, на днях, она прошла обследование у известного доктора в Риме. Кроме того, как любой современный человек, она поддерживает свой организм, особенно в весенний период Сейчас, после больших физических нагрузок, полученных в результате долгих съемок, и ношения каблуков, Юлия попала в небольшую неприятность, она стерла ногу В результате ей потребовались лечение, отдых и поддержка тонуса. Поэтому сейчас Юлия продолжает обследование у русских врачей Просим всех успокоиться, не проявлять излишнего внимания к проблемам Юлии, не терроризировать телефоны всех ее родных и менеджменты и просто иметь татт Манера приписывать страшные болезни, усугублять ситуацию, устраивать пляски на костях и проявлять якобы сочувствие к людям, ради собственных рейтингов, совершенно беспардонно Не забывайте, что все живые люди, и даже звезды иногда попадают в больницы, недавний случай с такими титанами как Дэ Билан и Лобода тому подтверждение, и поверьте, мы со всеми знакомы. При необходимости, мы обратимся за помощью сами Спасибо за сочувствие и сопереживание. Началова подтвердила эту информацию, сделав репост микроблога менеджера у себя на странице Напомним, сегодня утром в прессе распространились сообщения о том, что Юлия Началова якобы была госпитализирована в столичную клинику Сообщалось, что артистка была переведена в реанимацию в тяжелом состоянии. По сведениям СМИ, ей стало плохо из-за резко подскочившего уровня сахара в крови и проблем, вызванных обострением подагры Уже несколько лет Юлия борется с этой неизлечимой болезнью